Экономия или нарушение норм строительства, что привело к двухлетней задержке сдачи дома на улице Халтурина в Якутске. Еще четыре года назад строительство многоэтажки для работников бюджетной сферы молодых семей и участников долевого строительства остановилось из-за оттаивания грунтов под сваями. В 2016 году люди должны были получить ключи от квартиры, а в итоге оказались в списке обманутых дольщиков. Тему продолжит Сарглана Захарова. Пять лет назад Людмила Смелова узнала, что вошла в программу по обеспечению жильем работников бюджетной сферы. Получила субсидию от государства и вложилась в строительство многоквартирного дома на улице Халтурина. Решила, что если уж брать новую квартиру, то с перспективой на увеличение количества членов семьи. Добавила к субсидии средства маткапитала, взяла ипотеку на 2,5 миллиона и стала счастливым обладателем квартиры на 80 квадратов. Однако очень скоро радость сменилась разочарование. Были обронены фразы сотрудниками РТ, может быть будет пережеребьевка. В связи с чем, сразу, как говорится, создался вопрос, сказали, что там не совсем ясно с грунтами. Действительно, при установке свай произошла оттайка грунта. Конструкции не могли прочно закрепиться, а значит возводить многоквартирный дом на них нельзя. В том же 2013 году госэкспертиза постановила проморозить талые грунты. Вручить ключи дольщикам обещали в 2016-м, но на деле получилось, что даже в 2017-м заселиться не удалось. Планировку изменили, сваи усилили, сваи посреди квартир у нас стала безобразная планировка. То, что мы изначально вытащили, как мы радовались и то, что по факту сейчас получается, это для меня ужасная квартира. Как нам сообщили в Стройнадзоре Республики, в эти дни ведомство должно проверить подъезды В и Г, работы в которых уже практически завершены. Сроки ввода остальных подъездов неизвестны. Блок А, он у нас вообще консервирован до достижения характеристик грунта, до достижения нормативных характеристик грунта. Но почему произошла оттайка? Об особенностях строительства на мерзлоте говорят повсеместно. Подготовке и изыскательным работам на участках необходимо уделять самое пристальное внимание. Однако сегодня в погоне за экономией зачастую строители пренебрегают этими требованиями. Изыскания проводятся на уровне тендеров, за которые выигрывают часто тендеры, за такие деньги, за которые просто по нормативным документам нельзя проводить эти работы, их просто невозможно. Геологические изыскания позволяют определить температуру грунта в разных точках строительства, чтобы в последующем сваи плотно закрепились в земле. Для этого на участке инженеры бурят скважины. Если их количество будет меньше, чем положено, то это грозит неустойчивостью конструкции. Например, вместо 10 скважин сделали 2-3 скважины и оценили, а площадь настройки достаточно большая. Естественно, когда строители начинают ставить сваю, попадаются и грунты с положительной температурой. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Строительство дома Людмилы Смеловой длится уже шестой год. Тем временем она продолжает жить со своей семьей в аварийном доме, из которого рассчитывалось ехать еще несколько лет назад. Теперь ей остается только ждать заселения в злополучную квартиру и отстаивать свои права в суде на выплату застройщикам компенсации. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Григорий Охлопков, НВК САХА, Якутск.